Угрозы в адрес киевского депутата Армена Шахарьянца заставили его отказаться от участия в платформе мира между Арменией и Азербайджаном. На своей странице в социальной сети Facebook Шахарьянц демонстрирует двоякую позицию. Если сперва он выражает поддержку миротворческой платформе, то после отрекается от своих слов. Такая переменчивость легко объяснима, говорит армянский правозащитник Ваан Марсиросян. Он лично беседовал с Арменом Шахарьянцем, когда тот впервые выступил за гражданскую инициативу мира между двумя странами. Есть запись этой беседы, аудиозапись и также очень много фотоматериалов. Господин Шахарьянц полностью поддержал все тезисы платформы, весь ее формат. Также выразил готовность и в дальнейшем сотрудничать в рамках платформы, вплоть до того, чтобы приехать в Баку. Что произошло потом? Человек взял, написал на своей странице в социальной сети, выложил данное интервью и написал слова благодарности за то, что мы не исказили ни одно его слово и выдали все честно и так далее. После этого проходит несколько часов, порядка восьми часов. И Шахарьянц пишет то, из чего и, скажем так, уражаясь народным языком, ежу понятно, что на этого человека было оказано определенное давление. По словам Вана Мартиросяна, в своем интервью Армен Шахарьянц жестко отзывался о режиме президента Армении Сержа Сарксяна, а также об армянском представительстве в самой Украине. Шахарьянц назвал их кремлевскими ставленниками, говорит армянский правозащитник. Я через своих знакомых узнал, что на господина Шахарьянца, мягко говоря, было определенное давление. На него наехали. Наехали, я тоже знаю кто. Это были люди, знакомые главы Союза армян в Украине, Велена Шатворяна, который очень известен в том числе и украинским СМИ своими тесными связями с криминалом, в частности с подпольным и горным бизнесом, который является близким другом министра внутренних дел Украины господина Авакова и, собственно, который вместе с тем подчиняется напрямую Сержу Сарксяну. Кроме этого, на Шахарьянца было определенное давление и со стороны, вот кого он назвал кремлевским ставленником, посла Армении в Украине Андроника Манукиана, который также очень известен, в том числе и до назначения послом в Армении, был известен своими криминальными наклонностями. С помощью таких связей несложно было заставить депутата Киевской Рады отказаться от своих слов, уверен Ваан Мартиросян. Он подчеркивает, сарксяновскому режиму не удастся повлиять на платформу мира между Арменией и Азербайджаном. Гражданскую инициативу поддерживают немало армян и азербайджанцев, а также представители других народов и международных организаций. Жители Армении, а также армяне за рубежом постепенно осознают, что в регионе нужен мир, а потому не следует идти на поводу у тех, кто всячески пытается этому миру помешать.